В предыдущей передаче вы смотрели им... Когда ты равнодушен к тому, кто идет в ад, и знаешь, внутри ты угасил Святого Духа, ты разбрасываешь камни. И Соломон говорит, есть такое время. Знаете, когда ты их разбрасываешь, когда ты разбрасываешь камни, когда ты делаешь кому-то больно, в эти моменты, друзья, когда ты разбрасываешь камни, у тебя ничего плохого в жизни не происходит. Нет чего-то, чтобы ты мог сказать, что ты сделал что-то неправильно. Ты делаешь неправильные поступки, но в это время ты так себя ощущаешь, как будто бы сам Бог тебя поддерживает. И вот теперь послушайте. Знаете, так интересно. Гаванитяне, это были те люди, которым Иисус Навин дал клятву. Иисус Навин дал клятву, что он их не убьет. И они обманным путем у него вытянули эту клятву, но он дал им клятву, что евреи их не убьют. И Саул, он нарушил клятву. Нарушил клятву и убил их. И вот поймите такую вещь, что многие люди даже не осознают, что когда они нарушают клятву, в этот момент они разбрасывают камни. И потом приходят проблемы. Многие люди, которые обещали, что будут дружить, обещали, что никогда не бросят, и потом в один момент они осознанно отворачиваются. Я хочу тебе сказать, любое обещание в твоей жизни должно быть исполнено. Кто-то просто разговаривал, как я часто слышу, и говорил, я никогда никому не скажу то, что я знаю. Однажды ко мне пришел один человек и говорит, ты понимаешь, я поделился секретом, мне поклялись, что никому не расскажут, и пошли рассказали все. И я тебе скажу, что это время, когда люди разбрасывают камни, когда ты открываешь чью-то тайну, когда ты нарушаешь клятву, когда ты делаешь кому-то больно, когда ты причиняешь кому-то вред. Я хочу тебе сказать, даже если сейчас с тобой ничего плохого не происходит, придет время, и ты будешь собирать камни. И когда эти божьи суды, они проходят над человеком, это страшно. Знаете, я вам расскажу одну историю. Когда-то, еще очень давно, я еще был тогда в городе Перещепино, и мы с моим другом Сашей, мы искали, как заработать деньги для церкви. Мы ездили, смотрели и так далее. И мы нашли однажды там железнодорожные пути, там краны и все такое. И знаете, мы там решили открыть приемку по металлу. И когда мы открыли там эту приемку, появился один человек, которого мы привели в церковь. И он начал с нами работать. Получается, металл был у нас, а у него был хороший сбыт, хорошие цены. И знаете, в то время мы были еще такими очень наивными, и у нас в документах во всех там были нарушения. И были где-то джентльменские соглашения. И когда этот бизнес, он начал развиваться, знаете, и так получилось, что этот человек, он начал видеть, что это уже деньги приходят большие. И это только началось. И там было три человека. Все были верующие. Двое из них, это были служители, которые были с другой церкви. И в один момент, представьте, они решили взять и просто отобрать этот бизнес у нас. Я помню, как мы приехали с Сашей. Мы приехали, стояли, смотрели, там было 150 тонн металла. На то время это было, вау, очень невероятные деньги. Это все было наше. И мы стояли с ним и смотрели. А эти люди просто приехали, как бандиты. Выбросили наших охранников, сорвали замки. И я помню, как мы стояли и говорили, ну что нам делать теперь? И мы ей тогда сказали, мы не будем воевать. Мы доверим все Богу. Мы поступили, как божьи люди. И вот знаешь, у нас все забрали. Полностью. И этот служитель, второй был там верующий, и вот этот третий, который стал верующим. И они просто не удержались. Знаете, они просто забрали все полностью. И для меня, поверьте, это была трагедия. Мы молились за этот бизнес. Мы верили. Это было для церкви очень важно. Чтобы финансы были какие-то в церкви. И я помню, как я разговаривал с этим человеком. И мы встретились с ним, и я ему сказал, говорю, послушай, говорю, то, что ты сейчас делаешь, это очень большая ошибка, потому что на самом деле мы люди Божьи. и мы все равно с Богом будем, и у нас все все равно будет хорошо. Все скажут, что я имею в виду. Я говорю, ну ты делаешь сейчас огромную ошибку. Вы сейчас продали души свои просто за вот эти там пару сотен тонн металлов. Вы продали просто свои сердца. И вам не будет в этом успеха. Вы делаете ошибку. И вы знаете, я был искренним. Мне было все равно на те деньги. Знаете, мне было важно, что эти люди, они делали такую ошибку, из которой они не выберутся. И я хочу тебе сказать, они разбрасывали камни. Он посмотрел на меня, засмеялся и говорил, дорогой мой, говорит, это бизнес, все нормально. И знаешь, мы пошли своим путем, путем служения Богу. Они пошли своим. И ты знаешь, у них настолько все было красиво. Ты даже не представляешь. Они все купили себе крутые машины. БМВ у всех. Все такие, они оделись, обулись, озолотились. Это ж мы были такими, да, что мы деньги брали, мы на себя даже их никогда не тратили. Мы купили в церковь автобус, мы купили там то и все. А эти. И все выглядело так красиво. Я хочу тебе сказать, что вот люди, которые разбрасывают камни, они думают, что реакция будет сразу. И когда ее нет, они думают, что вот, все будет хорошо. И у них было так все хорошо, что казалось, мы в таком унижении, а они как будто бы Богом благословенны. У них деньги, у них все. И они при этом, при всем. Такие уважаемые и великие, а мы такие униженные. Ну, я помню, как я сказал Саше, я говорю, Саша, послушай, ты увидишь, пройдет время. Они просто пошли не той дорогой, с ними будет все плохо, а у нас будет все хорошо. И, знаете, прошло время. И вот этот служитель, который из них самый такой был служитель, проповедник, который стоял на сцене и проповедовал, из-за того, что у него было много денег, он начал жить такой жирной жизнью, у него была такая крутая БМВ, и он начал колоться. И он начал просто колоться, колоть себе наркотик. И в один день он уколол себе наркотик и ехал на этой БМВ. Маленькая девочка перебегала дорогу, он ее переехал насмерть. Он сел в тюрьму, второй тоже сел в тюрьму, и третий, тот, с которым мы заключали договор, к нему пришли бандиты, и забрали у него все, абсолютно. И то, что он у нас забрал, и то, что у него было, и то, что он наработал за свою жизнь. И превратили его жизнь в ничто. И я хочу тебе сказать, что все люди всегда думают, что слова Соломона, они не актуальны. Но я хочу тебе сказать, что неизбежно в жизнь человека приходит время, когда он будет собирать камни. и когда ты разбрасываешь камни, ты должен думать, что ты разбрасываешь. Если ты разбрасываешь боль, ты пожнешь боль. Скажи на это аминь. посвящение. Когда в твоей жизни посвящение. Когда в твоей жизни приходит новое время, жертва. Когда в твоей жизни приходит время, когда ты разбрасываешь другие камни. посмотри, послушание. Это все в твоей жизни разбрасываешь ты. Это не сделает Бог. Посмотри, преданность. И многое другое. Что ты будешь потом собирать? Когда придет время собирать, что ты будешь собирать? Что ты увидишь? Процветание. Те люди, они думали, что процветание можно иметь, когда ты партнеров кинешь. И они думали, на этом и строится процветание. Нет. Процветание строится на верности и на жертвенности. Скажи аминь. Уважение. Когда ты сеял преданность и уважение, ты пожнешь уважение. И я хочу тебе сказать, что все это то, что тебе нужно. Посмотри. Долголетие. Когда ты заботишься о пожилых, когда вместо того, чтобы просто разбрасываться деньгами, просто идти куда-то. Я знаю, что сегодня, вот здесь даже в Киеве, сколько мы видим людей, которые ходят и играют. Боже мой, миллионы проигрывают. Я благодарю Бога за то, что в нашей церкви есть люди, которые просто оставили это. Мы должны с вами собрать хороший урожай в своей жизни. Все проклятия, которые мы приобрели, разбрасывая камни, мы должны просто, знаете, умолять Бога о том, чтобы Он простил нас. Вот я вам скажу, как в моей жизни было. Когда я пришел к Богу, я знал, что меня так научили, знаете, в церкви, что когда я покаялся в церкви, вышел на покаяние, то после этого уже не имеет значения, что я делал. До этого больше я уже другой человек, как бы, и ничего на меня влиять не будет. Но в мире, когда я был, многих людей я обидел. И поэтому первым откровением в моей жизни было, пойди к тем людям, которых ты обидел. Пойди к ним и попроси прощения. Поговори с ними. Потому что никогда в твоей жизни ничего не изменится, пока ты этого не сделаешь. И я приходил к людям и говорил, простите меня, я взял ваши вещи, я взял ваши деньги. И первые годы моей жизни там во Христе, первые четыре года, пять лет, я отдавал деньги просто, работал и отдавал деньги. Процветание, друзья, состоит из двух вещей. Это покаяние, а потом уже жертва. Я знал, что многих людей я обидел и унижал, и мне пришлось прийти к ним и разговаривать с ними. И каяться перед ними. Знаете, собирать камни, можно их не собирать, если ты пойдешь сейчас и изменишь ситуацию. Если ты сегодня придешь к себе домой, когда ты вернешься и скажешь, дорогая, прости меня за все мои слова, за мое неправильное отношение. Когда ты придешь к мужу и скажешь, слушай, все-таки я была неправа, прости меня за это. Когда ты придешь к своей маме, на которую, может, ты голос повышал и не заботился о ней и скажешь, мама, с этого дня все будет иначе, прости меня. Очень важно, чтобы она тебя простила. Когда может быть людей, которых ты когда-то обидел, ты позвонишь им и прощения попросишь у них. Ко мне приехал служитель, который был уже очень пожилой, и он двигался в дарах. И вы знаете, он реально двигался в дарах. В дарах Святого Духа. Потому что я это на себе проверил. Он сидел со мной, разговаривал, и вдруг все замерло. Я знал, что Дух Святой сейчас что-то сказал. И он мне говорит, Дух Святой только что сказал. И говорит, у тебя есть одна проблема. И он мне, представьте, говорит, эта проблема и называет мне ее. И говорит, сейчас она не играет никакой роли. Говорит, но ты будешь большим служителем. И он это говорил, когда у меня в церкви пятьдесят человек было. Он говорил, ты будешь большим служителем. И тогда эта проблема, она тебе помешает. Разберись с ней сейчас. Я был шокирован. Насколько реально Дух Святой через него двигался. И он мне рассказал историю. И он мне говорит, ты знаешь, один человек, говорит, он заболел раком. И говорит, вылечить нельзя было. Все. Доктора сказали, твое время на земле закончилось. И было всего несколько месяцев, которые они ему определили. И он мне рассказывает эту историю. Говорит, и знаешь, этот человек вдруг понял, что он в жизни своей был очень жестким. Очень таким резким и жестким. И он обидел много людей. И он поехал, говорит, и начал искать тех, кого он обижал. Ему было, говорит, 38 лет. Но он искал тех, кого он обижал, будучи подростком. Будучи еще совсем молодым. Когда он учился в этих школе, в институте. И он, говорит, он поехал к ним. И он разыскал, говорит, этих одноклассников. Он разыскал, говорит, этих парней, девчонок, говорит, всех людей. Вот так вот, говорит, их было так много, говорит, что он 9 месяцев больной ездил ко всем этим людям. И, говорит, они были в разных концах земли уже многие. Говорит, он ехал к ним, чтобы попросить прощения. И когда, говорит, пришел момент, и он, говорит, пришел к последнему человеку в его списке. И он, говорит, я позвонил, он позвонил в его дверь, и, говорит, тот открыл ему, и он покаялся перед ним. И, говорит, представляешь, после вот этого последнего покаяния, Бог, говорит, того человека сразу же на следующий день полностью исцелил от рака. И он смотрел на меня пристально так, знаете, такой разговор был, который никогда не забудешь. Он смотрел на меня и говорил, Владимир, говорит, ты знаешь, кто этот человек? Я говорю, кто? Он говорит, это я. Он рассказывал мне о себе. И многие люди, просто, знаете, они не понимают, что в своей жизни им придется собирать камни, но есть шанс не собирать их, если покаяться, если попросить прощения у Бога за неправильные отношения, если попросить прощения у своих близких, если ты обидел людей, если у тебя есть конкретная ситуация, где ты поступил неправильно по отношению к кому-то, ты должен развязать этот узел, и тогда в твою жизнь не придет жатва. Потому что только те грехи, которые мы исповедуем Богу, в которых мы каемся, в которых мы открываем, эти грехи, они прощены. Когда человек, он просто идет по жизни дальше, я хочу вам сказать, никакого прощения на самом деле нет. Кровь Иисуса омывает, когда мы признаемся Богу в грехах. Одна женщина, она, будучи молодой, работала медсестрой, у нас есть видеосюжет с ней, и она говорит, я брала халаты просто и перекладывала, и говорит, в одном халате она там взяла эти 120 рублей в то время, и говорит, пришла женщина, говорит, вся больная, еле живая, и говорит, пожалуйста, девочки, я в халате оставила деньги, помогите, верните мне эти деньги, говорит, и она стояла и умоляла, говорит, она прямо плакала, и говорила, верните это, она была больной, и говорит, и я промолчала. Но, говорит, прошли годы, и потом у нее был рак, и говорит, когда она стояла на колледже, она получила исцеление на колледже в Днепропетровске, и говорит, я стояла на колледже, и говорит, все получали исцеление, люди выходили и свидетельствовали, люди выходили и свидетельствовали, как они исцеляются от рака, как они исцеляются от каких-то страшных заболеваний, все радуются, говорит, а я стояла, говорит, и говорю, Бог, ну скажи, Дух Святой, что стоит между мной и тобой, почему ты меня не касаешься, и говорит, и Дух Святой ей конкретно сказал, вот эта ситуация стоит между мной и тобой, и она тогда, говорит, Говорит, я взмолилась, я говорю, Бог, прости, прости меня за это, прости меня. И она говорит, я взяла 120 гривен, говорит, я не могу уже найти эту женщину, я уже не могу ничего вернуть, прошло уже несколько десятков лет, говорит, ну я найду того, кто в нужде, и говорит, как символ моего покаяния, я отдам эти деньги, и она нашла нуждающегося человека, отдала эти деньги, и говорит, Бог, это все, что я могу сделать, прости меня. И говорит, в один момент, буквально на следующий день она стояла на колледже, и сила Святого Духа сошла на нее, и она получила полное исцеление от рака. Я хочу вам сказать, что многие люди, они даже до конца не понимают, что многие проблемы в их жизни, эти приобретенные проклятия, это открытые двери дьяволу, это разбросанные камни. И потом приходит сезон их собирать. Знаешь, я, посмотри на меня сейчас, дорогие телезрители, послушайте. Мы все люди, у нас у всех есть свои согрешения и слабости. Но посмотрите на меня. Я хочу в своей жизни видеть счастливую старость, здоровье, процветание. Я хочу видеть, как мои дети, они будут благословены благодаря мне. Благодаря тому, что я разбрасываю камни счастья. Я хочу видеть, друзья, как миллионы людей, они придут к Богу. Я хочу видеть, как в 70-80 лет я буду проповедовать Евангелие так же энергично, как сейчас. И я знаю, что для этого, друзья, я должен сегодня делать много правильных вещей. Мне нужно быть радикальным в разбрасывании камней. Радикальным. Мне нужно разбрасывать только камни. Там, где написано уважение. Там, где написано жертва. Там, где написано послушание. Преданность. Я знаю просто, что я должен служить так, чтобы Бог сказал, придет время за это служение тебе собирать хорошую жатву. Когда мы делаем продуктовые подарки для наших пожилых людей. Знаете, многие люди не понимают. А я говорю, делайте их такими, самыми лучшими, чтобы их унести нереально было. И знаешь, последний раз тут были 2000 бабушек. И мне говорят, кульки рвались. Люди жалуются бабушке. А я думаю, это классно. Пусть лучше они жалуются на меня за то, что сильно тяжелые эти подарки. Чем они будут жаловаться, что здесь какой-то скупердяй просто, который положил им просто кусок черного хлеба. Нет. Я хочу делать так. Каждый раз, и я, и наша команда, мы всегда, когда садимся, и мы что-то делаем для кого-то, мы не делаем это, как будто бы мы какие-то скупые, ненормальные люди. Мы говорим, есть деньги, нет денег. Мы будем это делать. Мы будем помогать людям. Мы будем делать все. Для того, чтобы люди спасались. Для того, чтобы люди слышали Евангелие. Когда я выхожу сюда на сцену молиться, знаешь, поверь мне, еще там за сценой я стою, я плачу. И когда я выхожу, я выкладываюсь, потому что я знаю, что Дух Святой движется только тогда, когда Он видит мое искреннее сердце. Когда Он видит мое переживание за людей. Многие люди равнодушны. Они равнодушны. Вообще, они не проповедуют Евангелие. Они не служат. И знаешь, что они разбрасывают? Но я хочу тебе сказать. Ты, мой брат и сестра, ты должен знать. Пришло время разбрасывать камни. Те, которые будет приятно потом собирать. Те, которые будут за счастье потом поднять. Те, которые будут для тебя настоящим благословением. И когда придет время, просто, и Бог скажет, смотри, вот она твоя жатва. Знаете, сегодня на этом собрании вы должны знать, приобретенные проклятия, они не разрушаются просто молитвой. Приобретенные проклятия, они разрушаются искренним покаянием. Если даже тебе нужно унизиться и потерять свое лицо, но прийти к своему ближнему, к своему мужу, к своей жене, прийти, может быть, к своему другу и сказать, послушай, я поступил как подонок, прости меня. Пастор, я же потеряю уважение, мной потом будут потыкать, пренебрегать. Да, так и будет, пусть так будет. Но перед Богом ты покаялся, значит, ты не будешь собирать жатву. Амэн. И это то, что тебе нужно. Пастор, как я отдам эти деньги, у меня ничего не останется, если я верну то, что украл, то, что взял. Послушай меня. Лучше останься голой. Лучше останься на улице. Ну, скажи, Бог, посмотри, я все делаю для того, чтобы покаяться искренне перед тобой и чтобы никогда в своей жизни эти камни не собирать. И ты увидишь, что Бог реальный. Бог реальный. Бог верный. Многие люди, знаете, они сидят, и вот они смотрят, слушают. Когда выходят здесь проповедники и говорят, послушай, нужно быть партнером, нужно помогать людям. И они сидят просто, знаешь, и так. Пусть кто-то другой, я хочу тебе сказать, ты разбрасываешь камни. И когда придет время, когда ты нуждаться будешь в помощи. И кто-то скажет, пусть кто-то другой ему поможет. Я знаю, я стою перед тобой, я знаю, что когда у меня будет нужда, моим ответом номер один будет мой Бог. И Он сделает так, что у меня будет все. Потому что, разбрасывая камни, я говорю, Бог, посмотри, я сею в свою жизнь щедрость, жертвенность, внимание, почтение, уважение. Когда я вижу людей, которые в нужде, я никогда не закрыл своего сердца. Знаете, Иов молился перед Богом. И он говорит, если я не делился с сиротой, если я, говорит, не делал добра, то пусть рука моя отломится от локтя. И знаешь, можешь ли ты так сегодня молиться? Братья и сестры, вот это служение для многих людей должно стать переломным. Вы должны понять, первое, вы должны прекратить делать зло. Вы должны остановиться. Второе, вы должны покаяться перед Богом за все, что могло произойти. И вы знаете, о чем идет речь. В-третьих, вы должны, может, прийти к кому-то и сказать ему, прости меня, и признаться. Вы должны свою жизнь связать только с Богом. И тогда вы увидите, что в вашей жатве будет счастье, радость, победа, благословение, здоровье, долголетие. Кто из вас хочет иметь долголетие, братья и сестры? Кто из вас хочет иметь крепкое здоровье? А кто из вас хочет быть счастливым человеком? Брат мой, хочешь, я скажу тебе один секрет? Делай счастливым других. Делай счастливыми людей вокруг себя. Приводи их к Богу. Не будь к ним безразличен. И ты увидишь, как счастье в твоей жизни начнет стремительно возрастать. Бог сделает свое чудо для тебя. Аминь. 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 Продолжение следует...